самое страшное начинается боженьки вот эти два клоуна я не привели что они ведут себя как клоуны понимаете ужимки все при этом калеча деревья и почву и все приводя это называть себя фея уже по-другому не могу их назвать они сами виноваты ведь смотрите идет время уже вы смены уже отправлены мною эти самые и путину и минсельхоз и везде ролики в которых я подробно расписываю рассказываю ничего и вдруг однажды полгода назад лично у меня пропала вот эта телепередача телеканал бобер я думаю благодаря мне что ли смотрю а та пропала то есть не вижу а это уже на другом канале светится вот когда любительница муравьев которая уксуса муравейники поливала я бы полить и вот получается что глава 10 допустим я сейчас эта фотография это для чего напоминаловка я лезу в архив сейчас вы увидите до какого этого маразма это уже маразм почему я вынужден сделать так чтобы они светились уже в яндексе и пусть их когда-то увидят миллионы людей пусть все кто видят этот ролик они же легко они как переснимают пусть они его по всей по всему свету вот эта фотография вот она смотрим что будет дальше и так они сгребают листву они не знают что черви эту листу едят всю зиму и потеряв эту листву черви останутся голодны что таких случаях делать первое умирают слабеют если сил хватает в подземной ходы уходят соседу вот тогда получается они делают дурную работу смотрим дальше все еще пашут теперь она говорит хорош теперь берем виллу у нее несколько идиотских первую поняли лишить сервер пищи выполнено второе они когда сгребали листву ну пусть десятка квадратных метров и топтали ногами они затоптали все червячные ходы они этого не знают они не знают что в сад нужно ходить только по очень важному делу если есть возможность не ходить не ходить по газону по траве ни в коем случае там внизу трагедия из-за ваших походов раздавлены насекомые раздавлены муравьи маленькие муравейники раздавлены затоптаны червячные ходы они об этом знаете нет уничтожим фактически поступление кислорода реально они долго ходили топтали они взяли виллы и давай подавать туда кислород самое интересное что когда втыкаются виллы это надо умозрительно увидеть пару фотографий подземных там где муравьи о эти червяки ходы это все понятно и тогда представьте себе что втыкается виллы якобы подают туда кислород в это время окончательно разрушается червячные ходы вот запоминайте но они уже поздно господи давно пора бы на пенсию а этот парень журналист он играет роль клоуна так вот червячные ходы это вентиляция рация канализация поняли это и есть нижний этаж под каждым деревом это не тронут а он сейчас вот сейчас допустим она учит да вот смотри вам тупой учись теперь пишем себе что она зашла к себе октября свой собственный сад вы поверите что она виллами будет а сад допустим пять соток течение нескольких часов тыкать вы поверите да ведетский совет нам с вами она сама никогда в жизни этого делать не будет она виллы взяла для того чтобы заработать деньги не для того чтобы принести пользу а там подумать о господи найдутся же дураки которые правда вытыкать и пошла дальше я даже не думаю что она дура она актер она сейчас играет роль не садовода была бы садоводом она там на дорожке бы сейчас стояла а здесь бы все было бы в листве а теперь вы думаете это все нет думаете давайте уничтожать дальше смотрите это вот первый последний раз жизнь она ткнула теперь внимание дальше будет надпись чем они заняты внимание вычесываем старую траву листу это чтобы не забыли прокалываем газон чтобы не забыли орошаем водой или питательным раствором а теперь представьте себе чтобы вот этот вот участок питательным раствором дать сколько бочек но не знает поэтому давай сейчас он закончится поливать одну лейку а у нас там бойцы бочки эти 200 граммовые мы будем вот так поливать какой вот пойдем дальше начинается самое страшное опилки насыпал верите нет самое страшное чего боится дерево он сделал а вот на батарейке еще раствор по моему бордосу ладно дальше будет вот они опилки видели вот и он сейчас смачивает это лейка для того чтобы быстрее сгнил штамп причем не просто это чтобы это дерево не выдержала ну если это слива вишни яблони она может выдержать это два-три года даже после этого абрикос и груши года хватит чтобы уничтожить на ваших глазах учеба по уничтожению дерева я ничего не путаю вот сейчас вы меня ладно меня там через неделю будет 500 просмотров так потом выйдет яндекс там будет за неделю еще несколько тысяч вот хотя бы эти люди бы поняли что нельзя так нельзя это выдумывать для чего для того чтобы только заработать придумать не не понимая что такое дерево для чего она страшно ребята когда я третий палец загнул что творят еще не все и так как арбакосом полили опилки карбакос еще не все теперь заворачиваем ствол гибкой лентой вот что вы сейчас должны ребята сделать вы должны сейчас если не с ума сойти то то это самое ну я не понимаю вот как можно было вот это вот как 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 сгнои дерево которое дышать должно это в сто раз страшнее даже той побелки которые противно ладно смотрим дальше то что я сюда случайно почти попал стоит целая коробка сделали с этим самым мы вот продать удалось только одну такую это за 300 рублей а там диски 12 красивейшая обложка это я случайно я хотел тех показывать но я вам скажу что это красивейшая упаковка это великолепный праздничный как бы подарок ну-ка последний как она смотрится в руках вот я о нем ни разу вам не рассказывали пока тут безнадежно не могу продать посмотрите на эту красоту вот посмотрите я усилия снял пленку праздничную посмотрите чтобы вам показать вот понимаю в лучшем случае один всех это потому что у кого-то из родственников садовода будет так называемые день рождение он может быть купит потому что я я же это диска такой с двойной стоит диски по 300 рублей 2600 я уже с трудом за 300 продал одно единственное из коробки одно единственное представляете а идут годы а а люди вот эту всю душ смотрят представляете вот это вот когда это увидел так ну все эмоции сторону возвращаемся к нашим так правильно к нашим баранам и так и знание червей сада глава 10 новости похоже снимали в саду дурдомах дурдомах я поджигаю тоже сад а вдруг там тоже есть я бы вот с умным видом деревья искалечены как как принято у них до высоты головы то здесь срезаны если здесь на пол сотни или 100 небольшие этих 50 100 меток отрезы здесь 50 100 дерево начало болеть покрываться коросты я выбираю иногда слова более понятные данном случае применяю не мхи и лишайники грибы нет например слова короста потом они начинают спорить я буду сдирать дорога вертни я буду быть в общем поняли новости из дурдома я в покороче